Дорогие и господи, это тот момент, который вы ждете! ACA League, рады представить главный ивент этого вечера! 5 раундов в ACA middleweight contest! Представляю вам судейский корпус! Your officials! Главный судья! Head George Magomed Magomedov! Судью клетки оценивает главное событие! В Кейдж-сайде, 5 джорджа, скарринг в этом мейн-эвенте! Артур Шайхов, Фарид Нагаев, Андрей Ковалев, Ахмед Байсултанов и Евгений Алинцевич! Ваш судья-хранометристе, тайм-кейпер Амир Гетина-Магомедов! Команда капманов, лучников, тим! И со звуком сирены, рефери в октагоне! And when the siren sounds, your referee in charge, Дмитрий Валуевич! Итак, дамы и господа на трибунах! Миллионы фанатов ACA во всем мире! В прямом эфире с Минской арене на телеканале Матч ТВ! Главный бой вечера лиги ACA! Дамы и господа на телеканале Матч ТВ! И миллионы ACA фанатов во всем мире! Байсултанов! Его рост 177 сантиметров, а вес 84 и 45 сотых килограмма! Его профессиональный рекорд – десять побед при двух поражениях! Дамы и господа, он из Финска, Республика Беларусь! Приветствуйте! Владислав Янковский! А вот и его забернее в красном углу клетки! Байсултанов! Байсултанов! Тридцать два года! Его рост 177 сантиметров, а вес 84 и 45 сотых килограмма! Профессиональный рекорд – восемнадцать побед, шесть поражений! Тридцать два года – одни grown! Рост 177 сантиметров – в 18 долларов! Я наделал в восемнадцать пятницу! Профессиональный рекорд – восемнадцать победы! Та, нес dongен, господа, из Краснодара, Russia! Фотов Артем! Соорвов! Гол! Парни, вы профессионалы правила знаете. Внимательно слушаем мои команды. У вас 5 раундов по 5 минут. Покажите красивый. А главное честный бой. Руки бажали. Поглом. Главное событие турнира ACA 173 начинается прямо сейчас. Средневесовая категория Владислав Янковский против Артема. Фролова. Артем в красном углу. Владислав в синем. Статистика была на ваших экранах. Закрывается калитка. И Дмитрий Иванович полон решимости дать отмашку к началу этой встречи. Поехали. Сразу просят не лететь. Янковского работает по внутренней стороне бедра. Фролов через корпус. Но задержался немножко. Идва по голове не получил. Еще один лоу-кейк по внутренней стороне. В последнем поединке очень здорово выглядел Владислав Янковский. Нокаутировав как раз Станислава Власенко. Ну, Артем Фролов своими нокаутами славится давно. Провалился Янковский. Провалился Янковский. Очень опасно было. Но обошлось. Заход в борьбу мог бы получиться у Янковского. Но вообще о борьбе в этом бою как-то думается не очень сильно. Хороший джеб был от Фролова. Готовился Артем к этому поединку, как и ко многим другим. В самом клубе Кузне хорошее попадание от Янковского. Справа точно в голову. Тряхануло прямо Артема. Но лишь на секунду. Да, и в ответ сразу же стандартная работа. Видно, что заготовка по внутренней части бедра и по корпусу сразу остановить. И теперь уже Фролов. Да, пошел вперед. Пушки заряжены. Начали раскрываться с самого начала. А мы не забываем, что формат-то здесь 5 по 5. Да, такого очень медленно закидывал левую ногу в качестве хайки Каненковский. Вновь по корпусу выцеливает Фролов. Артем очень давно находится в списке топовых спортсменов. И сей в среднем весе какая-то подсечка накрывает вверх Артем. И тот же апперкот. А вот если сегодня выиграет Владислав, то он сразу себе обеспечит очень хорошее противостояние в будущем. Да, это будет взлет. И здесь гораздо больше выигрывает от этой победы безусловно Янковский, нежели чем Фролов. И есть попадание от Артема. Достал. Достал Артем плотно. И опять же не бросается вперед. Вот прагматизма в этом смысле у Артема стало куда больше за последние годы. Двойка по корпусу жестко пробил сейчас Артем. И Владислав почувствовал эти попадания. Плюс есть покраснение на лице. Сечка. Владислава, да, 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 сечка. Надбровная дуга левая. Там посечена получается. Потихоньку, потихоньку Фролов ищет возможности для попадания. Бьет очень жестко, традиционно для него. И здесь достал Янковский. Великолепно. Попал в бесконечную область. Но опять же, в последнюю секунду движение вправо головой сделал Артем. И смягчил это попадание немного. Опять по корпусу. Чуть больше двух минут. До конца первого раунда. И есть попадание. Повело там немного Владислава. Потерял сонную секунду. Но дал время Артем восстановиться. И тут же джем выбросил Фролов. Идет вперед Артем. Ну так аккуратно идет. Вот так рассчитывая достать просто кончиком фаланги или кулака. И зацепить очень хорошо. Здесь вдогонку уже докидывает вот этот миддл кик. Еще один же по воздуху. От Фролова. Неплохо. Очень много работает левая рука и по корпусу. Краснодарский боец. Опять через джеб. Заход. Безусловно нельзя давать работать Фролову. Иначе он так очень будет раскрываться. И засаживать эти удары с гораздо большей силой, чем раньше. Очень много перемещений у Владислава Янковского. Просит его тренер уходить с линии атаки. И посмотрите, там очень много крови уже на лице белорусского спортсмена. Выцеливает откровенно Артем. И опять удар левой рукой в живот. На правую пока не переходит. Достал Фролов. Вновь ищет еще. 50 секунд. И вот сейчас уже не совсем понятно, почему не прибавляет Артем. Потому что дистанция длинная. Он никуда не торопится. Вот я думаю в этом причина. Если раунд уже здесь, в общем-то, наверное, взят. Я думаю, мало кто в этом сомневается. Еще один удар в живот. Да, тяжелейший поединок получается для Владислава Янковского. Необходимо ему перестраиваться. Пока получается немногое хорошее попадание как справа, так и слева. Вот Артема Фролова. 15 секунд до конца первого раунда. Было попадание справа. Очень здорово. Влад нашел этот эпизод. И пока правый через руку. Это самый успешный элемент в его работе в рамках первой пятиминутки. Покажи мне, Ярик. Покажи мне, я не знаю. Покажи мне, я не знаю. Субтитры делал DimaTorzok 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 Артем Фролов всегда был бойцом, который может накутировать как справа, так и слева Да, мощь абсолютно одинаковая Еще давление Приходится постоянно под прессингом корпус, голова работать Владиславу Янковскому здесь набрасывает Артем, здесь прицеливаться пытался, пристреливался джебом И еще будет сейчас, я думаю, взрыв, да, совершенно верно, шагами вперед, тяжело Жесткие удары справа трижды выбросил Артем Фролов Заход в борьбу и поймал на движение Янковский, но не получилось Еще один удар и здесь уже в Гроге оказывается Владислав Янковский, можно включаться на все 100%, перекрывается и пытается подняться Владислав Янковский делает это с огромным трудом, но там немного поехала нога и работает, работает безостановочно Артем Фролов Да, и принципиально смотри, как не идет в борьбу, просто работает именно на руках Печень, голова, корпус, защищается сейчас Янковский и очень тяжелый период он проживает в рамках этого поединка Дмитрий Волуевич уже на грани остановки этой встречи, минута 58, можно работать дальше И сейчас получает порцию аплодисментов Владислав Янковский за то, что он выжил в этом эпизоде И обрати внимание, как разумно действует Фролов Не выбрасывает все, дает возможность еще постоять, самому чуть-чуть подышать Он выложился, но здесь опять корпус Влад действительно крут Просто невероятно, возможно, второе или третье дыхание уже открылось у Янковского Но он постоянно на грани поражения, находится постоянно на грани нокаута И смотрим, еще один удар Слева набрасывает, очень хирургически действует Фролов Очень точно не спешит, не валится вот в этот шквал ударов, да, скажем? Двойка и жесткий удар по печени Нельзя бить коленом, а вот руками можно Здесь защита не должна быть пассивной Поворачивается в другую сторону Янковский Еще один удар в печень Тут же локти полетели Сколько же держит? И, возможно, Дмитрий Вилович все-таки остановит эту встречу Но пора уже это было делать Второй раунд заканчивался Артем Фролов выигрывает досрочным техническим нокаутом В этом поединке оформляет 19-ю победу в карьере И очень интересно, что же он скажет после боя С одной стороны, еще раз напомню Есть история Шамиля Абдулаева и Магомеда Расул Газанов Это финал Гран-при в среднем весе Анонс этого поединка мы с вами ожидаем С другой стороны, есть еще один реванш Допустим, с Абдул-Рахманом Джанаевым С которым уже встречался Артем Фролов Есть Никола Димчиков, который потрясающим образом выиграл у Виталия Слепенко Выбил нокаутер и с ним не дрался Артем Фролов Варианты, одним словом, есть в лиге Исей И Славенковский мужественно держался, героически держался Но ударная техника Артема оказалась на другом уровне ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дамы и господа, рефери-поединка Дмитрий Валуевич остановил бой через 4 минуты и 19 секунд второго раунда. Дивали, господа, господи, господа Дмитрий Валуевич остановил бой через 4 минуты и 19 секунд второго раунда. Техническим нокаутом победу одержал MDL winner by технический нокаут 2-0 панча, Артём Фррррррррр. Поздравляем Артема Фраула и, друзья, пошумите для Фраула Минск! Простите, пожалуйста, Тём, послушай. Знаешь, я тебя не знаю, честно, ну, как бы, ты хороший парень. Ну, видно по тебе, да? Я не знаю, я пока возьму перерыв. Честно, не знаю, бил ли ты со всей силы или нет. Ну, как бы, бьёшь хорошо. Я, наверное, не был готов. Я это понял после первого раунда. Я понимаю, что бой остановили. Я считаю, что просто не был к нему готов ментально. Это, ну, моя недоработка, никаких, как бы, ну, мне дали бой, я принял. Я не был готов, наверное, к этому оппоненту. Да, он бьёт сильно. Ну, все вы знаете, короче. Я, если я не уйду, ну, поймите правильно, да, если я не уйду из лиги, Тём, не откажешься подраться ещё раз. Я не бросаю тебе вызов. Я тебя уважаю как спортсмена. У нас с тобой есть общий знакомый. Я как, ну, может быть, ты даже знаешь, кто это. А может, и нет. Я тебя просто уважаю как спортсмена. Надеюсь, ты не откажешься подраться ещё раз. Я, знаете, я думал, если я выиграю, я скажу просто слава Господу нашему Иисусу Христу. Я хочу сказать Ему спасибо, что у меня есть возможность выступать, что я занимаюсь, в принципе, спортом. Извините, ребята, я просто, наверное, не был готов. Я понимал, что Артём будет бить сильно, но как-то... Я не скажу, что я сломался ментально, я, наверное, просто не был готов. Обещаю, я сделаю выводы. Обещаю, я вернусь и вернусь хорошо. Знаете, скажу только одно, что я не пасую биться сильными. Был бы здесь не Артём Фролов, а, например, чемпион или кто-то. Я бы не отказался, я бы вышел, бы дрался. Лига знает, я не выбираю у себя соперников. Ещё раз извините меня, что не смог показать хороший бой. Сынок мой меня видит, сынок, я тебя очень люблю. Извини, что получилось вот так. Анечка, я тебя очень люблю, хочу поблагодарить. Я, знаете... Друзья, поддержите аплодисментами Владислава Янковского! При любом положении это ваш спортсмен. Ну а сейчас, позволь, да... Я хочу поблагодарить Дениса, Мишку, Джавида, Гамзадова. Это бронзовый призер Олимпиады в Рио. Не знаю, борьба не пошла немножко. Артём её остановил, наверное, не подготовился. Хочу поблагодарить бойцовский клуб «Ахмат» за помощь мне в подготовке каждого тренера, каждого парня. Моего тренера Рустама Идил Султанова. Все те, кто мне помогал. Хочу поблагодарить Андрея Сергеевича Гридина. Это очень большой тренер. И мне очень приятно, что у меня есть возможность у них тренироваться. Наверное, если бы я не спешил, но уже как есть. Я верю в себя, я верю, что я могу победить. И победить ещё не одного соперника. Всем спасибо. Друзья, поддержите аплодисментами Владислава. На мой переходим победителя. Артём, поздравляю с победой. Такой вопрос. Видно было, как ты доминировал. В какой момент ты понял, что этот бой твой? Ответить на вопрос или, как всегда, кучу? В первую очередь поблагодарите, потом вопрос. Я хочу сказать Владу и его семье, чтобы он не расстраивался, чтобы они его поддержали. Они его, конечно, поддержат. Такая у нас работа. Сегодня он проиграл. Его ждут деньги дома. Жена, они расстроились. У меня та же самая картина. Иногда я тоже проиграю. И меня с любовью ждут дома. Передаю привет своей любимой жене. Своим сыновьям. Своей семье. Даниной семье. Моей семье. Маме, папе. Я стараюсь для вас, чтобы доказать, что я чего-то стою. Это непросто. По 20 кг гонять. Перешагивать через себя. Это сложная работа. Напоследок тогда вопрос по поводу поединка. Когда ты почувствовал, что здесь ты победишь? Почувствовал я это тогда, когда рефери остановил бой. До конца ты стараешься держать концентрацию, работать. Один удар может решить. Влад тоже готовился, отдавался. Я думаю, он тоже хотел выиграть. Еще пару слов спасибо Минску. Теплый город на самом деле. Люди добрые. Говорят, что мы злые. Но мы не злые. Мы серьезные. А здесь ребята больше улыбаются. Надо брать с них пример. Хотел бы... Еще такой у нас траурный момент произошел в стране. Это бывает редко, но очень тяжело. Наш теракт. Соболезно всем родным. Крепитесь. Так бывает, к сожалению. Эй, Сей! Ну давайте уже наконец. Вы знаете о чем я. Сколько я буду за этим бегать и ждать. Я не знаю, были там еще яркие бои или нет. Но я очень жду, вы знаете что. И у меня есть куда это направить в хорошее дело. Не просто прогулять. Друзья, ваши аплодисменты Артем Фролов!